Омск. Улица Ленина. Ранняя весна. Город готовится к юбилею. Полным ходом идет реставрация главной городской улицы. Как она преобразится к юбилею? Увидим. А вот немного любимого города в живописи. Узнаете кисть омского художника? За социальную направленность современники называют омского художника Кичигина гиперреалистом. Омск глазами Кичигина. Художник говорит о себе своими картинами. Вы как судьи нарисуйте наши судьбы, наше лето, нашу зиму и весну. Перспектива Любинского проспекта. Дождь, сумерки. Георгий Кичигин работает в области станковой живописи. Пишет натюрморты, автопортреты, вечерний разговор. 36 лет создает произведение Георгий Кичигин в мастерской на Ленина, называя себя в шутку маленьким голландцем. Все начинается с чистого холста. Автопортреты, автопортреты, сколько их. Гениальность, говорят, дар Божий, но и крест. Городские пейзажи, обновленные зеленые крыши старинных домов исторического Омска, бывшие московские торговые ряды. Много пишет работ об омске художник. Одна из них – триптих. Это дар в юбилей городу. Нередко мы хотим узнать о работе над произведением, да и о самом мастере побольше. Оживленно около картин. Любители живописи на выставке «Сто художников Сибири» в областном музее изобразительных искусств имени Врубеля. Еще не вечер. 16 часов. 22 марта 2016 года. Настоящая выставка-дарение является собой тщательно подобранный и продуманный срез изобразительного искусства за последние 10 лет. На выставке, как и полагается, Кичигин встречается с единомышленниками, друзьями, коллегами. Выставка привлекла внимание и простого зрителя, и именитого искусствоведа. Много гостей из других регионов. Тепло отзывается о выставке и картинах сибирских художников, в том числе и триптихи Георгия Кичигина, доктор искусствоведения, профессор Алтайского государственного университета Тамара Степанская. Выставка очень привлекательная. И я просто восхищаюсь организаторами всей этой экспозиции, потому что эта выставка, она от нее не пахнет нафталином, понимаете? Она современная, она новые технологии, новые сюжеты представляет. Ну и имена, очевидно. Эта работа художника Омского Кичигина чрезвычайно интересна и любопытна. А, ну, своей композицией. Посмотрите, это же по липтих. Здесь несколько сюжетов на одну и ту же тему. Городской пейзаж, городская улица и как бы бытование этой улицы. Движутся вот какие-то автомобили, стоят конные экипажи и так далее. Да, о чем эта вещь? Помимо того, что она сгармонизирована, колористически, целостная, да, то есть красивая работа в художественном отношении, но она еще и философская. В ней глубокое философское историческое содержание я улавливаю. О чем? Вот центральная улица города Омска, проспект Ленина. Посмотрите, какая архитектура. Это все историческое здесь. Все это может понять и разглядеть в диалоге с этим произведением очень внимательный зритель. Он должен остановиться и некоторое время просто посозерцать, удивиться и потом проникнуться удивительно богатой философией, которая здесь заключена. А она заключена в чем? Все мы дети своего времени. И как-то не очень здорово обрушиваться на то время, в котором ты родился, выучился, работаешь, общаешься. Как бы уважительно надо относиться к тому времени, в котором прошла большая часть твоей жизни. И спросил Акичегину, что он здесь поднял эту проблему. Проблему времени, как такой материи. Время тоже интересное материальное. Которое перетекает одно в другое. Не застревает где-то, а воплощается в прошлое, в будущее. В будущее и так далее. Причем все лучшее воплощается. Я так уверена. И еще понять безлобно, что свою, пусть злую мать, все же как-то неудобно вечно в обществе ругать. Демонстрирует все виды и жанры современного искусства. По оценкам специалистов, коллекция имеет высокий музейный уровень. У Георгия Кичигина старается успеть взять интервью корреспонденты. Трехсотлетие один раз бывает в жизни. И при том такое событие, дарение такой огромной коллекции. Можно было бы, конечно, развернуться и Министерству культуры нашему. И город бы мог подумать о том, что надо каким-то образом отметить людей, которые подарили это. Я не себе, не о мечах говорю. А те, кто приехал из Иркутска, из Красноярска, из Томска, это все стоит денег и времени. Государство не очень-то раскошеливается на пополнение коллекции. У нас отношения с музеем таковы, что мы... Мы уже забыли, когда у нас последний раз закупки были у художников. Мы больше всего дарим. Ну, музей не подаришь все, что угодно. Музей очень скрупулезно к этому подходит, чтобы вещь подходила к музейным, ну, по всем, что ли, параметрам. Я рад, рад за музей, потому что такая коллекция таких разных работ, она редка в музеях Сибири. Да, мне кажется, и в Москве, и в Ленинграде таких нет. Когда говорят, что Азия, какую пользу приносят художники. Мы соловьи, которых нельзя на яйценоскость проверять, и божьих коровок не надо доить. Мы совсем по другому профилю, что ли. И мы делаем, я скажу вам, что если музейные работы, это навечно. Власть уйдет. Люди здесь тоже растворятся во времени. А работы останутся. Я этим горжусь. На торжественном открытии и акции дарения городу в честь его 300-летнего юбилея в залах Омского областного музея имени Михаила Александровича Врубеля. Открытый глаз и открытое ухо превращают ничтожные волнения в огромные события. Василий Кандинский. Спасибо вам, что эта большая коллекция произведений современного искусства Сибири будет передана городу Омску и Омскому музею имени Врубеля в год юбилея 300-летия города. Я поздравляю с этим музей имени Врубеля. Спасибо большое. Ты царь, живи один. Дорогу свободно иди, куда влечет тебя свободный ум. Усовершенствуй плоды любимых дум, не требуй наград за подвиг благородный. Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд. Всех строже оценить умеешь ты свой труд. Ты им доволен ли, взыскательный художник? В тишине мастерской, в уединении, стоя у холста, как у станка по 12 часов в день, рождаются шедевры. Большая часть жизни Георгия Кичигина пришлась на социалистическую эпоху. Художнику есть что сравнить, принять или отвергнуть. Маркс и Энгельс заложили основу принципиально новой, истинно научной концепции развития природы и общества – искусства. Со сменой формации каждый простой амич, труженик XXI века, замечает глобальное разрушение социально-экономической и культурной сферы жизни, навязанного капитализмом. Георгий Кичигин, коренной амич, много пишет с любовью картина о городе. В мастерской мы продолжили диалог на темы о жизни и искусстве, природе и мире вещей, людях и их истинном назначении быть людьми. Если говорить о своем творчестве, надо сказать, что оно всегда проходило как бы параллельно всей этой жизни, которая вот у меня за окном. Я когда погружаюсь в свое, я считаю все остальное чужим, да? Я перестаю как-то сопереживать тому, что меня отвлекает. Я берусь за кусок этой жизни, и вот там я полностью отдаюсь ему. Я очень узко, так сказать, узконаправленно действую, а работать приходится все время. Надо все время забываться, потому что все, что происходит снаружи, оно неконструктивно. Оно все время старается разрушить что-то, и, естественно, человека. И поэтому такая самоизоляция, да, которая... Я счастливый человек, надо мной никогда не было начальников по-настоящему. Не было, мне никто никогда не диктовал, да? Даже в те советские времена мы изоповским языком обходились, было намного интереснее. Я мог любую как бы тему провинтить. Но там были ушлые люди, они умнее и тоньше были. Иной раз они сразу все расшифровывали. Ну, это был спор, это был спорт, это был поединок какой-то, это было очень интересно. У нас была как бы перспектива видна, и поддержка особая, потому что мы все-таки на баррикадах идеологических были. И государство понимало, что это такое. Вообще же не понимают этого. Они вот сейчас кинулись, да, давай гин исполнять по радио. Они думают, что этим они добьются, вот этого патриотизма. Нет, там масса других составляющих. Не только армия, не только спорт. Спорт сейчас превратился в такие региональные игрушки. Я не знаю, это губернаторские псарни, где эти дерутся, а тут вот кто победит там. Вот у меня такое впечатление, что абсолютно в другую стезю ушел. И спорт, и даже искусство. Искусство стало декоративным. Оно украшать, по мнению настоящему, да, тех, кто хочет купить, у кого деньги есть. Оно должно украшать и успокаивать. В никаком случае не будоражить их, не беспокоить, не нагружать. Вот эта разница огромная. Неужели они так устают, как говорят, что наши на курортах в Турции или в Греции так отдыхают, что просто невозможно. Неужели так надо устать, чтобы так отдыхать? Молодые люди понимают, куда надо идти. Где пахнет деньгами и довольно, как бы, крутыми. Это же непростая молва. И результат налицо. Потому что с культурой, с ощущением этой культуры у них просто беда. Они не понимают, для чего все это вокруг. Театры еще как-то содержатся государством. А вот наш союз, к примеру, он всегда был кооперативом с 37-го года. Мы никогда ни от кого не зависели, кроме как идеологии, да. Мы всегда имели свое производство, свои дачи творческие, рассыпанные по всей России. А, по СССР, так скажем. Потому что и в Прибалтике были наши творческие дачи. И по зарубежью, это и Париж, и Италия. Масса была у нас, десятками были эти дома творчества, куда выезжали художники и занимались своим делом. Сейчас все это разрушили. Сейчас этого ничего нет. Это явно и вина не просто там правительства, а еще и вина, видимо, и наших людей, которые стояли наверху нашей пирамиды в то время, в эти 90-е годы. Распродали все. Но это вообще другой разговор. Это очень печальная сказка. Это невозобновляемые моменты. Потому что мы были империей. Я имею в виду даже союз художников. Огромная империя. С огромными проворотами. Наш комбинат, он считался самый большой комбинат по оформлению в Союзе художников. Он нам принадлежал. 5 тысяч квадратных метров. Это солидное производство. И оно давало больше миллиона рублей всегда дохода. Это очень прилично было по тем временам. И я не знаю, сейчас все просто ушло куда-то. Все не держится. Все на зыбкой почве вот этого непонятного состояния, которое сейчас залило просто всю нашу территорию. Я имею в виду всю нашу Россию. Куда идти? Куда стремиться? Эти вопросы, они очень насущны для молодежи. Вот я вернусь к нашему союзу. Его хотят ну просто уничтожить. Отняв рабочие места, рабочие, так сказать, территории у членов Союза художников, они просто их раздавят. Потому что у нас процентов 60 пенсионеры. Они не потянут платить огромные деньги. То есть все отдавать за то, что ты работаешь. Почему чиновник не отдает за свой кабинет никаких копеек? Почему он даже ручку не купит? Он на социобеспечение. И эти же чиновники могут толковать о том, кто полезен. От нас вреда нет. Но наша жизнь показывает, сколько вреда от чиновников. Я вот здесь этим вопросом как бы задаюсь. А так бы не задавался, если бы они меня не трогали. Вот. Эти вот разговоры, вот эти вот ситуации, они доводят до каких-то размышлений очень конкретных. С конкретными выводами. Вот. Мне пока жаль. И наш город, который, я считаю, продали в рабство давно. У нас ничего нет омского. У нас и, мне кажется, и банки, и, господи, и строительные организации. Тут мало чего осталось, да? У нас все в других городах. Это Новосибирск, Москва, Питер, да? Куда ни кинься. Здесь стройки какие-то производятся. Сейчас делают 300-летие вот это, реставрацию центральной улицы бывшей Ленина, да? И как это все делается с прилегающими парковыми участками? Это все делает какой-то товарищ из Питера. Он там сидит и вроде как зреет, он знает, где что. Ну, тут прокладывают пока по парковым зонам танковые дороги, взлетные полосы, потому что там в каждой тропинке основание глубина до метра семидесяти. С отсыпкой песком, со всякой изоляцией. Я не знаю, сколько же там денег-то зарубится. Это все делается по линейке, совсем по другим законам пластическим, вот какие у нас были. Ну, не знаю, это мое ворчание, может, такое, но как-то наши силы не были включены до той степени, чтобы сказать, что это наш город, наше дело, вот, наша кровь. Видимо, «Газпром» дает деньги и боится, что не уйдут куда-нибудь налево. И поручает уже каким-то своим там товарищам все разруливать эти положения. Я бы тоже насторожился по этому поводу отдавать деньги в руки. Вот у нас есть памятник Бугольцу, да, вот этот шар. Это ядро и точка, это начало города. И он вообще Василием Тархимчуком, покойным, да, задумывался в другом материале. Это должен быть полированный металл. Это такой шар должен стоять, который отражает все окружение. Это вообще он должен как бы раствориться немножко во всем окружении и принять его в себя, да. И вот это вот начало, всех начал как бы вот в этом Омске, оно вот так незримо должно присутствовать. Поставили этот шар для того, чтобы проверить масштаб этого памятника. Его сляпали из тряпок и, по-моему, там смолы. И с тех пор он стоит, это чучело памятника. Там на нем сделали ради убранства какие-то рельефы нарисовали. Тоже имитация рельефов. То есть это искаженный памятник, великолепная идея. И что сейчас? Трехсотлетию хотят ставить какой-то памятник. Я не знаю, я вообще в монументальных комиссиях, да, не позвали там на обсуждение, ничего. Я бы туда прихромал, пришел бы. Ставить хотят конный памятник. Чуть ли там не Петру Первому, там, да, Екатерине. Второй, по-моему, там и Бугольц. Я не знаю, кто там еще, Ермак, что ли. Это вот огромное создание такое, оно должно появиться вместо этого шара, поставить туда. После переговоров прошли эти прения, решили поставить на другой стороне около ТЭЦ. У меня поражает сумма, она под 45 миллионов, стоимость этого памятника. Естественно, он большой, там, конный. Как бы ни был слеплен конь, он все равно стоит дорого. Вот. А возведение этого шара и полировка его, может, в 10 миллионов бы и обошлась. Я не знаю. Но верхушка вся, власти настроены против этого шара. Потому что они увидят таким. Они уже забыли, что это чучело. Никого никто не спрашивает. Ищут деньги вот на такую глупость. Прошел у нас день, год литературы. Наступил год кино. А кинщик заболел. Как-то очень грустно все. Все равно это вот года культуры, да. И я еще раз скажу, на фоне этом с культурой разбираются, как с ненужным элементом. Вот такое вот состояние, в котором мы живем. Жизнь, как река. Весенний ледоход на РТШ. 65-ю весну встречает Георгий Кичигин. Омский художник современности. Живописец-реалист. Заслуженный художник и деятель искусства России. Профессор академической живописи. Член-корреспондент Российской академии художеств. Все течет, все меняется. Но остается главное – работа. А работы Георгия Кичигина внесли весомый вклад в культурное развитие родного города Омска. Ну, это принцип всякого художника, да? Вот свои какие-то рамки, почему мы отличаемся друг от друга. Я начинал писать вообще и размышлять по этому поводу. Еще при советском времени, когда изоповский язык был в ходу, в 80-е годы, это была игра такая. Игра по-крупному, она была, в общем, с каким-то сопряженной риском, да, все-таки. Ну, игра по большому счету, что ли, вот нам тогда казалось, мы же были молодые. У меня надолго не хватает больше, да, одной работы, да, все, ну, что-то такое эстетское сделать. Это противоречит, как бы, моим просто внутренностям всем. Вот. Здесь что у меня дальше? Тут время глобального потепления, это я вот тоже вот момент. У нас многие архитекторы хотели улицу Ленина, и до сих пор эта идея, как бы она не увяла, сделать пешеходный. А я решил просто канал такой, имени Ленина, да, на улице Ленина, или просто Любинский канал сделать. Водички сюда. Неужели Омску уже тратить такой образ? Я не знаю, я вот хотел, может, мое желание подспутное, я все в Италию хотел как-то так вот, в Англию. Решил здесь остаться, вот в этой мастерской, в которой я нахожусь уже больше четверти века, не в самой лучшей. Будет ли эта любовь взаимна, я до сих пор не понимаю. Сомнения дают повод к работе. Не спи, не спи, художник, не предавайся сну, ты вечности заложник, у времени в плену. Продолжение следует...